Всем привет, друзья! Наконец-то к нам на студию доехал Behringer XR. Не разделяешь мою радость? Впервые слышишь о таком пульте? Тогда, друг мой, заваривай себе чаю, усаживайся поудобнее и слушай мой рассказ об этом чуде. Поехали! Для ролика нам удалось выцепить Behringer XR12. Что это такое? Это младшая модель серии XR цифровых пультов от компании Behringer. Довольно маленький такой внешний форм-фактор в виде двух рэковых юнитов, но при этом в этих самых двух рэковых юнитах скрывается необычайная мощь. Давайте перейдём к интересному, рассмотрим внешний вид, ну а потом мы внутренности обсудим, как всегда. Что же мы с вами видим на мордочке? Ну всего у нас здесь доступно 12 каналов, причём первые четыре канала, они оборудованы комбо-входами. Учтите, что тут всего четыре канала на комбо-входах. Да, мало, да, всего четыре преампа от Midas, но друзья, учитывайте, что ценник тоже не такой уж и большой для подобной роскоши. Итак, четыре комбо-входа. Сюда можно подключить и микрофоны, и какие-то линейные источники, и инструменты. Далее идут джеки. Все остальные каналы на джеках. Сюда мы подключаем линейные источники, сюда мы подключаем инструменты. Собственно, там даже есть режим Hi-Z для подключения гитар напрямую в пульт. Также у нас здесь имеются различные настройки по подключению беспроводному пульта. Об этом чуть-чуть попозже. Всего здесь есть, к слову, три варианта подключения. Далее MIDI-интерфейс, вход и выход для подключения какой-либо MIDI-периферии. Дальше разъём USB для подключения флешки или хард-диска внешнего для записи и воспроизведения тех же фонограмм. Дальше вот антенка, естественно, для беспроводного подключения в виде роутера, который встроен внутри консоли, что тоже очень интересно. Выход реализован здесь на XLR-ах, лево-право. Также здесь есть aux, всего их два, они на джеках. И наушники, наушники, мониторинг тихий с управлением усиления также на большом джеке. Очень понравилось, что ребята из Behringer положили нам в комплекте пару ушек для того, чтобы эту прекрасную вещицу мы сразу же без каких-либо лишних докупок-закупок могли с вами закрепить в рэковом шкафу. Вообще, это не секрет, что после покупки Midas'а компания Behringer стала делать действительно годные вещи. Ну, взять хотя бы ту волну микшерных цифровых пультов, которыми она окатывает рынок до сего дня. XR-серия не стала исключением. Следуя по стопам X32, она позволяет нам поработать с фирменным звуком от Midas за более гуманный ценник. Но давайте вернёмся к XR12. Сегодняшний малыш у нас хоть и является цифровым пультом, но фейдеров автоматизированных на нём нету. И всё это великолепие выполнено у нас в форм-факторе такого небольшого стейджбокса. В принципе, оно и понятно. XR12, как и вся линейка XR, рассчитана исключительно на удалённую работу. Что самое интересное, помимо пресловутого iPad, которого у меня, к сожалению, для этого ролика не нашлось, XR12 можно управлять как с помощью компьютера, так и с помощью планшета на базе Android, который нам так любезно одолжил Серёж Бессонов, которому мы передаём привет. По подключению всё очень просто. У нас есть целых три варианта работы по беспроводу. Первый вариант это задействовать встроенную Wi-Fi точку. Отгибаем антеночку, подсоединяемся к Wi-Fi сети, которую раздаёт это устройство. И таким образом мы можем задействовать сразу четыре устройства, например, два планшета и два компьютера, и параллельно работать с миксами. Второй способ, который называется Wi-Fi Client. Он позволит добавить микшер в уже существующую сеть. Ну и третий способ, конечно же, для пущей стабильности можно подключиться к компьютеру или роутеру напрямую с помощью провода Ethernet. Усиления по входу физического, то есть реализованного на ручках, как там в том же самом Mac'е злополучном, здесь нет. И это очень здорово, потому что это сразу же развязывает нам руки, учитывая специфику каких-то баров, кафе, где добрые хозяева очень любят ставить подобного рода вещи в каких-то самых задних местах. Я смягчу, скажу задних местах. Это здорово, потому что, имея планшетик, мы можем работать как с входным уровнем, так и с уровнем выхода удаленно, и мы не привязаны к пульту. Это прекрасно. Да, пока я не забыл, следует упомянуть, что для чистоты эксперимента Behringer XR12 мы подключили и к компьютеру, и к планшету. Но перед тем, как начать смотреть уже управление, давайте поговорим ещё немножечко о фишках этого пульта. Хоть сюда нам и не завезли такие прекрасные и так часто ломающиеся фейдеры с X32, я не должен был об этом... А! Ладно, все и так это прекрасно знают, друзья. Чё тут скрывать? На 32-ом фейдеры летят очень часто. Так вот, хотя здесь нету этих самых автоматизированных фейдеров, но двенашка всё же урвала себе очень интересную штуку с X32, а именно эффекты. Одновременно мы сможем использовать 4 стерео или же 8 моноэффектов. Причём не абы каких, а, к примеру, тут можно найти приближённые эмуляции устройств от Lexicon, EMT, а также Quantec. Мы с вами разобрались во внешнем виде, даже эффекты немножко зацепили. Теперь время разобраться в управлении, которое происходит внутри пульта. Подключим его к компьютеру и рассмотрим интерфейс на компьютере. Потом подключим всё это дело к планшету на базе Android и сравним два интерфейса управления на планшете и на компьютере. Итак, сейчас мы с вами видим окошечко USB-рекордера, а это значит, что всё, что я сейчас наговорю вместе с вами, будет записано на флешку, которая подключена к пульту. Собственно, раз мы уже смотрим на USB-рекордер, давайте его разберём. Функция, которая позволит вам писать как мастер-сумму в стерео на флешку, да, жёсткий диск, так и воспроизводить стереофонограммы на две дорожки, специальные вот, допустим, на 13-ю и 14-ю дорожки. Давайте закроем и рассмотрим весь интерфейс в целом. Ну, я хочу отметить, что здесь всё довольно удобно в плане того, что доступ к каким-то функциям отдельным, он прям шаговый. Допустим, захотели вот тут, оп, нажали, и какая-то динамическая обработка. Захотели тут эквалайзер, оп, нажали, эквализация. Всё довольно удобно. Главное окно. В принципе, здесь нету чего-то такого, ну сложного или необычного. У нас все входные линейки, у нас вот эти плейбеки с USB, AUX почему-то один, не два, не знаю почему, ну вот так. И возвраты с FX Shen. Здесь мы можем... так давайте, я не буду на первом канале экспериментировать, потому что на первый канал у нас приходит сейчас микрофон. Кстати, подана фантомка, потому что мы используем петельку. Значит, здесь мы можем делать посылы, посылы на басы. И здесь же мы можем делать... я даже покажу на примере канала, вот это да, на примере своего канала. Вот да, это посыл на FX Shen. Давайте его закроем и всё обнулим. Посмотрим по входным линейкам. Собственно, вот так выглядит главное окно. Здесь, в принципе, в сжатой форме собраны все функции, которыми вы можете воспользоваться для ваших входных линеек. Можно подать фантом, повернуть, сменить полярность, повернуть фазу, я имею в виду, да, объединить в стерео, залинковать два канала, идущие друг с другом, если у вас какой-то стереоисточник, и подать усиление входа на ваш канал. Допустим, сейчас у нас подано 32,5 децибела. Ну и по выходу ещё вот на нуле у нас стоит фейдер. Здесь же управление ноисгейтом, эквалайзером, компрессором, посылы те же самые на эффекты и на басы. Также можно назначить на DC группы канал и на Mute группы. Ну естественно, покрутить панорамку и посмотреть на прекрасную светомузыку. Далее всё то же самое, только в более разжёванном виде. Так, управление гейтом, управление эквалайзером. К слову, здесь есть анализатор такой, есть анализатор... так, сейчас вот он как-то... да, вот есть анализатор секой. Собственно, довольно интересно. Параметрика у нас четырёхполосная, и плюс ещё здесь... здесь имеется срез низких частот. Давайте не будем включать эквалайзер, оставим всё как есть. Далее динамическая обработка, есть компрессия. Хочу обратить внимание, что здесь имеются пресеты, что тоже довольно интересно. То есть уже заготовленные вещи. Посылы. Вот что очень интересно, это посылы. Смотрите, я на самом деле не могу сейчас припомнить пульт, интерфейс цифрового пульта, ну естественно, в этой ценовой категории, который бы обладал таким развитым роутингом. То есть здесь можно посылать просто вход на бас, на шину. Здесь можно посылать перед эквалайзером, здесь можно посылать сигнал уже обработанный эквалайзером, здесь можно посылать сигнал перед фейдером, можно посылать сигнал постфейдер. То есть смотрите, это действительно очень классно, и это здорово. Это вариативность, то есть куча возможностей. Всё то же самое, опять же, есть и для FX-шин, ну для посылов на эффекты. Ну и, собственно, завершаем главным. Тут панорама на мастер-посыл, DC-еки, мьют-группы и всякое такое разное. Ну и тут же у нас есть главный вот этот вот метр, где мы можем видеть всю индикацию, приходящую на наши каналы, и управление даже эффектами. Оно вот прям сюда у нас вынесено. Собственно, тут какой-то эквалайзер. Давайте просто ради примера, ради примера и такого спортивного интереса мы с вами пошлём всё это вот сюда, допустим, вот так. И попереключаем вот этот холл реверб немножечко. Так, так, сейчас давайте-ка. Я в режиме я в режиме реального времени буду с вами разбираться. Что здесь да как? Ага, так-так-так. Так-так-так. Так, это у нас назначение на канал, я так понимаю? Хорошо. Так, есть Ambience, есть Reach Plate. Что-то... а, вот всё слышно. Reach Plate. Room Reverb. Раз-два-три-четыре-пять. Так, можно ли его делать побольше. Так, да, можно-можно. Но я так понимаю, это... это уже забитые настройки. Это не только как бы сами... ой-ой-ой. Не только сами ревера, но это и какие-то уже составленные к ним небольшие пресетики. Раз-два-три-четыре-пять. Всё вам довольно интересно. И хочется отметить отдельно, что количество эффектов здесь просто невообразимое. Я думаю, отдельно вы сможете там посмотреть на сайте или... ну да, у них же есть деморолики на сайте. Просто не хочется на это тратить время, ещё кучу всего нужно посмотреть, но эффектов здесь действительно очень много, и это не может не радовать. Давайте уберём посыл на шину эффектов. Метр, да, мы с вами посмотрели, возвращаемся на главное. Собственно, что здесь у нас есть? Здесь у нас входное усиление. Всё абсолютно то же самое, только в такой миниатюре, и можно задавать посылы. Как быть с оксами? Потому что оксов вот здесь нет. У нас здесь есть FX. Вот. Кстати, да, отсюда тоже можно управлять. Есть басы, но оксов нету. Есть main.lr. Возвращаемся назад, но оксов нету. Что мы с вами делаем? Мы идём в настройки входа-выхода. И здесь же у нас помимо функции патчинга входа... ну да, выхода. Чего тут патчить? Там всего четыре выхода. Помимо патчинга входа, а это я напомню, как это всё работает. Вы, допустим, подключили ну какой-нибудь плеер на 11-12 канал стерео, и вы хотели бы, чтобы он играл у вас на первом канале. Просто берёте и переносите его вот так. Оп-оп. Я сейчас не буду нажимать. Ну вот оно выглядит примерно так. Я просто не хочу нажимать, потому что на первом канале у нас же играет микрофон, и вы меня перестанете слышать. И это не совсем хорошо, на мой взгляд. Вот. Туда же патчинг вот под USB есть. Зачем два стереоканала? На самом деле я не совсем понимаю, но возможно, это тоже как-то... ну может быть, поможет где-то что-то сообразить дополнительно. По поводу оксов, по поводу басов. Как здесь всё это реализовано? У нас есть два выхода. Две пары выходов, два окса. Вы можете посылать как напрямую сигналы туда с канала, то есть direct, так называемый, так и можете посылать всё с басов. Допустим, стандартно у нас стоит первый, второй бас. Что это значит? Это значит, что вот у нас есть первый и второй бас, и по сути, набирая в первый бас, мы как бы набираем сигнал в первый окс. А набирая сигнал во второй бас, мы набираем сигнал во второй окс. Собственно, вот даже вот... да, удобно, очень. И это... да, это действительно очень классно. Хотя, возможно, возможно, может быть, сюда стоило поставить просто окс. Ну кто знает, кто знает. Ага, так, поехали дальше. Что нас интересует? Я думаю, давайте посмотрим на работу обработки выходов. Обработки выходов, обработки выходов. Для этого зайдём в mainlr, выберем канал и зайдём в настройки канала. Итак, что у нас здесь есть? У нас здесь уже всего поменьше, как вы видите. Так-так-так, этого нет. Вот, эквалайзер. Значит, здесь есть эквалайзер. И, кстати, довольно странно тут же... вот это... это довольно странно. Тут я помню был... слушайте, тут... тут где-то... тут где-то был графический эквалайзер, а я его, видно, потерял. О боже мой! Так... ну вот здесь есть графика, но она как... она идёт как... как этот... хе-хе-хе... как... как fx, как fx, а тут должна быть отдельная графика. Ой, друзья, вот как она. Давайте сначала... ладно, начнём с этого. Тут опять же, да, есть параметрика, есть анализатор. А, всё! Вот слепые глаза мои! Всё, я вижу, вижу. Кстати, да, давайте-ка... А, нет, вот на входных каналах только параметрика. А вот здесь... здесь уже мы видим, тут есть возможность использовать графический эквалайзер на мастере. Причём, что интересно, можно использовать... сейчас он, да, не активен... можно использовать независимые эквалайзеры на мастере, на басе. То есть вы видите, на басах у нас висит разный эквалайзер, и тут тоже всякие. Но я просто настроил, чтобы показать вам, что параметрика... точнее, графика у нас здесь независимая. То есть вы можете использовать несколько различных графических эквалайзеров, так как сюда вернуться-то я просто боюсь не туда нажать, и что звук исчезнет. Так вот, эквалайзер, отлично! Компрессию можно ввешать на мастер, баланс, эффекты, ну и метр, всё то же самое. Да, здесь всё мы с с вами посмотрели. По басам, по басам, по басам, по басам эквалайзер, то же самое. По сути, друзья, всё то же самое. Есть графика, есть параметрика до четырёх... ну, пятиполосная, грубо говоря. И компрессор тоже имеется. Так, ну FX. FX мы с вами худо-бедно-то посмотрели. По каким-то настроечкам здесь всё, что касается коннекта. Всё коннектится очень легко. На самом деле вам нужно лишь... вот допустим, если вы с компьютера сидите, вам нужно подключиться... ну вам нужно активировать точку Wi-Fi в пульте, подключиться по Wi-Fi, как вы подключаетесь к роутеру. Вот так вот будет названа Wi-Fi-сеть. И просто скачать вот эту программу с официального сайта Behringer. И у вас всё сразу начнет работать. То есть какие-то айпишники прописывать... ну, в моём случае мне не пришлось. Вот. Ход-выход посмотрели. Здесь... ну да, здесь также есть отдельно какие-то функции. Там анализатор, но... так... вот, да, 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 анализатор. Но мы его уже с вами видели. Можно задать размер. Ну и, естественно, сохранять и загружать шоу и снэпшоты, если вам это нужно. Естественно, с функцией там сохранения или, наоборот, несохранения каких-то отдельных настроек на каналах. По входу-выходу... короче, всё, что только угодно. Можете здесь либо выделять и переносить, либо не выделять и, собственно, оставлять так, как оно и есть. А теперь наша постоянная в своём непостоянстве рубрика проверка микрофонных преампов с помощью Shure SM7B. Ну а теперь давайте попунктно. Почему же всё-таки тест с микрофоном SM7B? Итак, это довольно известный, можно сказать, стандарт индустрии микрофон. Его используют много где, телерадиовещание для записи инструментов и так далее. Не суть. Он низкоомный. Что это значит? Это значит, что этот микрофон имеет очень маленький выхлоп. И для комфортной работы с ним нужно ему сообщать усиление в районе 50-60 дБ, что действительно очень много. Этим самым мы и проверяем преампы, которые встроены у нас в пульт. Итак, что вы видите на экраночке, которую я пишу с планшета? Вы видите... вы видите канал, на который сейчас приходит микрофон. Давайте его откроем и посмотрим. Я включил кое-какой гейт, потому что... ну всё же, друзья, давайте будем откровенны. 50 дБ на входе, вот вы здесь видите. Это вам не хухры-мухры. И какой-никакой гейтик, но всё-таки нам нужен. Также мы слышим какие-то небольшие призвуки. Они убираются эквалайзером, но я всё-таки решил его... Как видите, он у меня сейчас выключен. Для чистоты эксперимента не включает ни эквалайзер, ни динамическую обработку. Можем с вами вот повеселиться ради интереса, навернуть какую-нибудь вот классненькую, интересненькую модуляцию. И даже, возможно... ну ладно, ладно, ладно. Это оставим другим, другим естествоиспытателям. Смотрим. Выход у нас, ну плюс один, так, примерно. Ну и по входу 50 дБ звучит. Это дело всё примерно так. И знаете, что я вам скажу? Для... именно для концертного оборудования, причём концертного оборудования, ну такого сегмента, давайте будем откровенны, это... ну там, не CL-ка, та же самая. Вполне себе неплохо, на мой взгляд. Ещё раз, как это всё дело звучит. Давайте я вырублю... вырублю модуляцию. И вот снова он у нас чистенький. SM7B с усилением 50 дБ звучит следующим образом. Раз-два-три-четыре-пять. Раз-два... ну и, наверное, три. Теперь настало время финального теста. Что мы с вами будем делать? Вместо привычной записи каких-то живых музыкантов, которые, ну, не нужны нам будут. В общем, мы поступим так. Возьмём внешний многоканальный аудиоинтерфейс, который у нас живёт на студии под названием Studio Capture, и с помощью него с компьютера в нашу цифровую... цифровой микшерный пульт запустим небольшой такой мультитрек. И попробуем его средствами, которые у нас уже есть внутри этой малышки, как-то обработать и немножечко свести. Ну и послушаем, как это всё будет на живых примерах с эффектами. Всё это делать мы будем с помощью планшета. Я ведь обещал показать вам интерфейс на Android, и вот мы с вами и посмотрим на него заодно. Итак, друзья, для того чтобы посмотреть функционал на планшете, мы с вами запустим мультитрек, и на его примере уже будем смотреть всякие различные функции. Итак, я нажимаю play, вступление... Ну вы узнали, да? Ну узнали! Ну да ладно. Напишите... давайте, напишите-ка мне название этого трека в комментариях, а то я чё-то... чё-то я запамятовал. Давайте! Итак, ну а мы начнём. Значит, что у нас здесь есть? Ну первым делом я раскинул этот мультитрек поканально, и где нужно, ну вернее везде, я объединил, залинковал стерео. То есть... У нас отдельно есть барабаны, отдельно, допустим, гитары и прочее всякое разное такое. Да, кстати, не обращайте внимание на небольшой треск в левом ухе. Здесь эта проблема с басом. Он так записан, не знаю почему, но всё же. Итак, пройдёмся по настройкам различным в каналах входных. Что у нас здесь есть? Ну, первым делом гейт. Тут всё то же самое, только в упрощённом виде. Динамическая обработка, есть эквализация, которая сейчас выключена, панорама. Можно кинуть в одну сторону, можно кинуть в сторону в другую, можно два раза щёлкнуть и переместить назад на центр. Можно засолить, можно замьютить, если это нужно. Ну и, естественно, открыть расширенные настройки. Тут всё, в принципе, то же самое. Входное усиление, динамика, эквализация, гейт. Ну и, естественно, всякие посылы разные. Давайте поиграемся с эффектами. Допустим, на примере барабанов. Вот у нас барабаны. И давайте пошлём их на ревер. Ну вот как-то так. А гитары, допустим, и кулизнём. А они уже с эквалайзером. Что интересно, тут можно выбирать добротность двумя пальцами, то есть это очень удобно. Так, возвращаемся назад. Почему бы нам... Это дополнительные эффекты, дополнительные перкуссии. Почему бы нам сюда не сделать компрессию, друзья, как вы думаете. Но на ней, наверное, плохо слышно. Давайте на гитаре. Тут и так компрессор, то есть вот без компрессора. Вот компрессор. Без. И вместе. Измываться над бас-гитарой я уже не буду. Над басистами и так жизнь. Ну, впрочем, ладно. Ладно, ладно. Давайте не будем о плохом. Посмотрим, что у нас здесь есть ещё. У нас здесь есть всякие показатели, всякая разная индикация. Кстати, есть даже индикация работы компрессора, что очень интересно. Анализатор реального времени. Снэпшоты. Ох, у нас трек кончился, но он пойдёт заново, потому что я поставил закольцовку. Снэпшоты. Сохранение каналов, которые вы бы хотели перенести в снэпшот. Управление входом-выходом. Я мог бы заморочиться, знаете, расставить всё это, ну, чтобы они шли прям по порядку, чтобы не было этого пустого второго канала. Но я не стал этого делать, и я думаю, что если вам это нужно, вы сможете это сделать сами. Возможность тут имеется. Выходы. Тут опять же всякие разные управления по выходу. По слоям. По слоям. Ну, давайте вернёмся обратно. Слои входа. Первый, восьмой канал. Девятый, шестнадцатый канал. Оксы и возвраты с шин эффектов. Это посылы на шины эффектов и, собственно, мастер. Кстати, с мастером тут также можно поиграться, если вам нужно. Дисейки. Бас. Да, вот все басы. Мьют группы. Короче, в принципе, здесь есть всё, что нужно. И, по большому счёту, под рукой. Единственное, что мне бы вот здесь, где этих вкладочек, не хватало бы посыл именно каналов на эффекты. Вот то, что было в компьютере, чтобы не заходить вот каждый раз вот так, потом в сенс. Ой, я даже... А, это я... Это я свой голос послал. Вот. Ну, собственно, целью этого кусочка было нисколько сведения. А, это... А, посыл. А я думаю, чего я ничего не слышу? Что, я забыл про бас? Собственно, целью не было сведения как таковое, а просто показать вам возможности этого пульта, ну, при работе с планшетом. Если говорить о плюсах и минусах, то XR-серия, я думаю, без преувеличения на сегодняшний день является одной из самых вариативных серий цифровых пультов, ну, естественно, в этом ценовом сегменте. Там действительно очень много различных функций, до каких-то мы, скорее всего, даже с вами не смогли добраться за сегодняшний обзор. Как минус, хотя это, ну, наверное, даже не совсем по-настоящему минус, поскольку это всё-таки младшая модель, то здесь довольно скудный запас по преампам от Midas, их всего четыре штуки. Ну и по выходам мы здесь имеем всего два OX-посыла. Учитывайте это при покупке. Возможно, в вашем случае стоит присмотреться к чему-то более весомому в виде XR-16 или, о боже, XR-18. Кстати, если хотите видеообзор на XR-16 или XR-18 увидеть на нашем канале, то напишите об этом в комментариях и, естественно, поставьте лайк под видео. Подписывайтесь на канал и следите за обновлениями. Впереди много нового, интересного и, конечно же, музыкального, друзья! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok